И вот я, меня зовут Андрей Морощев, я из политеха, занимаюсь формированием планет, но я об этом рассказывать вам сегодня не буду, а буду рассказывать о более приземленных для меня вещах, но более интересных, наверное, для широкой публики. Поиск из-за планет и жизни во Вселенной. Я не знаю, я в жизни ни разу не видел такой картины, но говорят, что если выйти на природу, далеко за город, то можно увидеть примерно такую картину звездного неба. Здесь примерно 2500 звезд. Так вот, если подняться выше над Землей, над профилем галактики, то окажется, что этих планет, на самом деле то, что мы видим, еле заметна точка в галактике. В галактике 400 миллиардов звезд. И когда мы об этом думаем в количестве, мозг ломается. Можно представить себе это число как тон песка, представьте количество песчинок в этой тоне песка, 20 мешков. Так вот, каждой песчинке соответствует примерно одна звезда нашей галактики. Это невероятное количество. Возле каждой звезды, по последним данным, вращается от одной до нескольких планет. Планет больше, ну, кто-то говорит, от 400 миллиардов, скромной оценки, кто-то говорит до 1 триллиона и дальше. Если хоть на нескольких планетах, когда есть статистика, которая говорит о том, что на нескольких планетах есть жизнь, то галактика должна быть переполнена жизнью. Между тем, над нашими небесами не летают крейсера класса галактика, и мы не слышим сообщения радио инопланетян. Где же, в принципе, все? Где они все? Куда делись? Парадокс, который я сейчас, вопрос, который я озвучил, вносит название парадокса Перми. Он был сформулирован не впервые, наверное, но, по крайней мере, стал известен широкой публике после 1950 года, когда в ВОСОМОСКЛА лаборатории в Перми в частной беседе поскликнул этот же самый вопрос. Где все, черт возьми? Математически этот вопрос сформулировал перевел на язык цифр Фрэнк Дональд Дрейк, вывел формулу, по которой можно найти количество цивилизаций, способных вступить с нами в контакт. Так, у меня не видно формула. Формула изображена, собственно, здесь. Он ее показывает. Она связывает несколько множителей, семь множителей, в частности, скорость звездообразования, вероятность того, что у звезды есть планета, вероятность того, что количество планеты около этой звезды, вероятность того, что на звезде родилась жизнь, что эта жизнь разумна и что, в принципе, она хочет с нами вступить в контакт и время жизни. Но, на самом деле, мы знаем это уравнение. Проект Сети показывал формулу, говорил, вот, смотрите, много цивилизаций, получал миллионы долларов. Но, между тем, мы знаем хорошо только два множителя. Все остальное мы не знаем. Поэтому варьироваться это число может от нуля до тысяч, как мы хотим. Но, между тем, я хочу показать, что это известное уравнение в корне неверно. Мы не можем оценивать, подсчитывать число цивилизаций по этому уравнению. Почему? Но пока я хочу обратиться к другому вопросу. Когда мы говорим о жизни, мы говорим о жизни такой, какая она есть, которую мы знаем, которую мы видим. Это очень плохо, потому что, в смысле, это можно считать, что это проклятие единичного, мы находимся под проклятием единичного примера. Чем я говорю? Смотрите, вот есть, например, вы ботаник в какой-то стране, в которой распространены только бабочки класса монарх, вида монарх. И вы считаете, что все бабочки, вы знаете, что бабочки существуют другие, но, наверное, все бабочки похожи на монарх. Они все так черноцветные, мигрируют. И вообще, например, что-то такое. Потом вы уезжаете в другую страну, видите бабочку-капустницу нашу. И вы смотрите, говорите, что странное животное. Может быть, это какой-то жук или что-то другое. Потом начинаете исследовать, и оказывается, что все-таки это бабочка. И ваша парадигма о бабочках ломается. Вы должны признаться, что бабочки будут разные, их много. И вот с экзопланетами, с планетами у других звезд произошло то же самое. Только с теми столькими ощущениями, что мы попали в музей бабочек. Все наши представления о планетах, каких они бывают, какие солнечные системы бывают, они разрушились. Хотя не все разрушилось, конечно. Это я очень сильное утверждение говорю. Мы имели до середины 20 века хорошую теорию планетообразования. Теория была хорошая тем, что она объясняла, как устроена Солнечная система. Ну, собственно, и все. Эта теория показывала, почему в Солнечной системе близко около звезды располагаются каменные планеты, а дальше располагаются газовые гиганты. И мы считали, что все звездные системы в галактике устроены так же. Ну, может количество планет разниться, их величина может разниться, но все они такие же. Однако после начала компьютерного моделирования, когда появились новые компьютеры, начали моделировать, поняли, что все гораздо сложнее. Планеты мигрируют, планеты сталкиваются между собой, выбрасываются из Солнечной системы. И то, что мы видим сейчас, это на самом деле не закономерность. Это то, что может быть Солнечной системой, но не факт. Появляются новые телескопы. Мы смотрели на звезды неба и находили протопланетные диски. Наши теории говорили, что планеты образуются с протопланетных дисков. Вот мы находили их. Это было здорово. Потом мы стали смотреть лучше, и получилось, что мы нашли планеты не на тех местах, которые мы предсказывали. Мы нашли газовые гиганты, которые находятся близко около звезды. Мы нашли карлики, мы нашли планеты, которые не подходят по нашей классификации. И вынуждены были признать, что наша теория, наше представление о Вселенной не соответствует действительности. И парадигма, которую мы сейчас создаем вместе с вами, может быть, которая создают ученые мирового сообщества, она отличается от того, что было ранее. Ну, немножко о жизни поговорим. Когда мы говорим о жизни, в общественном сознании всплывают сразу три тезиса о жизни. Во-первых, жизнь должна быть углеродной. Хорошее утверждение, даже, возможно, не так далеко от правды, просто потому, что мы вкладываем в понятие жизнь, что она должна быть углеродной. Мы формулируем жизнь таким образом. Далее мы говорим о том, что жизнь зародилась в воде. С этим сложно поспорить, наверное. Но то, что вода должна находиться на поверхности планет, как это было на Земле. И далее мы говорим, что жизнь зародилась наверняка у планет, а планеты вращаются вокруг звезды. И, следовательно, мы должны искать братья по разуму на таких планетах. Я назвал это шовинизмами в честь шовен. Шовенов? По-моему, так зовут его? Французский кишливый паренек, который прославился тем, что он был очень самоуверен, и с тех пор начали называть все-таки самоуверенность шовинизмами. Углеродный шовинизм можно простить, на самом деле это так, но все остальное подлежит пересмотрению. Ну почему так? Я буду говорить об этом в моей лекции. Начнем с Марса. Мы начали исследовать планеты с Солнечной системой. Первый был Марс. В 1975 году на него выселился викинг и прислал первые фотографии мартистанской поверхности. И наверняка ваши родители, может быть кто-то из вас, были глубоко разочарованы тем, что они увидели жизни на Марсе. Мы знали, что там нет, но надежная какая-то жизнь была. Мы увидели только пустыню. Однако же, исследуя дальше, мы понимали, что на Марсе есть следы рек, следы океанов. На марсианских полюсах лежит водяной лед. Ну покрытый, тоже водяной лед. И это все говорит о том, что Марс и Земля развивались по очень похожим сценариям. Но что-то произошло в истории Марса, скорее всего, потому что он был очень маленький, и силы гравитации у него было недостаточно, что атмосфера слетела, и он остался пустыней. Между тем, если он развивался одновременно с Землей, то, скорее всего, была вероятность того, что на нем возникла жизнь, как на Земле. Именно поэтому это может только выяснить лабораторный анализ грунта. И нас очень держим этой идеей заставить грунт с Марса на Землю, чтобы исследовать его. Это Криосити, который сейчас бродит по простору Марса. Но на газовых гигантах жизнь никто не искал. Да и на самом деле на спутниках тоже считали, что спутники Юпитера, Сатурна — это такие маленькие планеты, которые не особо интересны. Но между тем, с 1995 по 2003 год система Юпитера исследовала зонд Кассини. И когда он изучал спутники Юпитера, он обнаружил, что Европа преднесла ему ряд загадок. Во-первых, самая главная загадка была тем, что у Европы было магнитное поле. Почему это странно? Потому что, когда мы говорим о магнитном поле, мы говорим о том, что эта система обладает магнитным полем, когда внутри ее есть что-то проводящее и движущееся. В маленьком спутнике Европы было каменным спутником, не могло бы ничего двигаться. Что там могло двигаться? Что могло проводить ток? Это был странный вопрос. Второй вопрос был связан с тем, что поверхность Европы была достаточно гладкой. На Европе были обнаружены каньоны, разломы льда. Единственная теория, которая объясняла все эти странности, заключалась в том, что под поверхностью Европы есть соленый проводящий океан. Именно его движение создает магнитное поле. Потом Хаббл посмотрел на Европу пристально и нашел даже выброс этой соленой воды из поверхности Европы. Как же этот лед мог возникнуть? Еще раз повторюсь, Европа далеко от Солнца. Солнечного света не хватает тепла, чтобы растопить лед. Она очень маленькая. Внутренней радиации не хватит, чтобы обогреть, растопить лед изнутри. Что позволило растопить океан внутри Европы? Скорее всего, это приливные силы Юпитера, которые деформируют Европу, сжимают ее и генерируют тем самым теплом, которое позволяет растопить внутренность Европы. Если бы это был один пример, мы бы сказали, окей. Ну, бывает. Но между тем, на Ганимиде также нашли соленый океан. На Калиста спутники Юпитера нашли соленый океан. На спутнике Сатурна нашли соленый океан. Кассини обнаружил у Питера выбросы поверхностного океана. И это, говоря о том, что жидкая вода в нашей Солнечной системе достаточно распространенное явление. Но она есть, и с ней надо как-то жить, с ней надо что-то мириться. И с тех пор Европа, как аутсайдер, спутники Юпитера, как Сатурна, как аутсайдеры поиска жизни в Солнечной системе стали центром внимания всех астробиологов. На Титане, кстати, тоже есть возможность соленый океан под поверхностью планеты. Интересность заключается в том, что на Титане более интересен спутник, потому что температура поверхности минус 180 градусов. при этой температуре привычные для нас материалы приобретают непривычные свойства. И вот эти озера сделаны из метана, того вещества, которое на Земле находится в газообразном состоянии. А пустыни дюны из сложных углеводородов. Таким образом, на Марсе есть вода, твердая. Три спутники Юпитера имеют под поверхностные океаны. По крайней мере, одна из лун Сатурна тоже имеет океан, возможно, Титане тоже. Это открытие середины двадцатого века с этим. Это, на самом деле, удивительная вещь, которая чем-то догорят. Двигаемся дальше. Вообще, Плутон. Плутон был открыт в 1930 году и считался, даже и 75 лет, на протяжении 75 лет считался очень странной планетой. Потому что он слишком маленький. Мы помним, что на дальних рубежах Солнечной системы должны располагаться газовые гиганты. Это была маленькая скалистая планетка. Его орбита очень вытянута. Некоторые части года он проводит ближе к Солнцу, чем Нептун. Его орбита тем более наклонена к эклиптике, то есть к плоскости орбиты всех планет. И он вызывал вопросы. Ситуация стала меняться в 1950-х годах, когда был открыт поезд Койпера, некий поезд за орбитой Нептуна, протирающийся на 30 астрономических единиц, состоящий из каменных и ледяных осколков. И в 2005 году, если не ошибаюсь, Майк Браун открыл Эриду. Это транснептуновое маленькое тело размером примерно с Плутон. И с тех пор стал вопрос, что же делать? Он убедительно показал, что таких тел должно быть в поясе Койпера десятки, то есть сотни. Что же с этим делать? Или мы говорим, что нашу систему расширяем дальше нашу систему, говорим, что планеты нашу систему десятки, сотни, либо мы говорим о том, что реформируем понятие планеты. Мы пошли вторым путем. До сих пор Плутон перестал быть планетой, ввели такое определение, по которому Плутон не попадает под определение планеты. В 2015 году зонд «Новый горизонт», прилетая мимо Плутона, сделал великолепнейшие фотографии, которые разрушили наше представление о Плутоне. У меня есть книга «Аванта плюс. Энциклопедия астрономии», кажется, 95-96 года издание в детстве, сейчас засчитывался ей. И там про Плутон сказано, что это такая безжизненная планета с однообразным ландшафтом, который ничего из себя не представляет. Так вот, помните замечательную фотографию Плутона, где сердечко изображено? Это поверхность Плутона. На Плутоне обнаружили горы, равнины. Это интересная повестка дня, которая изменила многое. И стало понятно нанести на роль Плутона. Это не последний объект на задворках Солнечной системы, а первый из множества интереснейших и удивительных миров во внешнем пространстве Солнечной системы. Ну, хорошо, мы уходим из Солнечной системы, потом еще вернемся и пытаемся найти планеты у других звезд. Почему планеты сложно увидеть? Потому что они тусклые в первый раз. Но на самом деле это не так страшно, потому что тусклые объекты мы можем находить в космосе. Самое страшное, что самое неприятное для нас, то что планеты находятся близко около звезды, и мы должны отличить блеск звезды от блеска планеты. Поэтому планеты обычно ищут другими способами. Например, по влиянию тому, как планеты видят вокруг звезды, они тоже воздействуют на звезду, и звезда колеблется. Так вот, в виде колебания это первая идея, как обнаружить планеты. Первым мы искали Фредерик Бесселя, если кто помнит из учебников по математическому анализу, ученый. И он искал, но безуспешно не нашел. Другой способ поиска экзопланет, например, называется метод тайминга. Если мы рассматриваем пульсар, кто знает, что такое пульсар? Вау, кто-то знает. Пульсар – это то, что осталось от взрыва сверхновой. Звезда на некоторых этапах своей эволюции сбрасывает внешнюю оболочку. И то, что остается, называется пульсаром. Это маленькая плотная планета, которая чаще всего нейронная звезда. Мы обнаружим пульсар, потому что он присылает на Землю короткие радиоимпульсы. По задержке радиоимпульсов можно понять, что у этой звезды находится что-то другое тело, например, планета. Так вот, пульсар, как вы понимаете, это последнее место, где можно искать планеты. Кому разумный человек придется искать планету у звезды, которая взорвалась. Между тем, у пульсара ПРСР-П1257 нашли три планеты. Как они туда попали, как они образовались, вообще никто не знает. Это загадка. Всегда есть гипотеза. Но теории, которая объясняет существование этих планет, нет. Но они между тем есть. Другой способ поиска экзопланет – это метод лучевых скоростей. Если мы не можем увидеть движение планеты, движение звезды, то мы можем измерить ее скорость. Если мы, измеряя скорость звезды по эффекту Дуплера, мы находим такой геосенсоид, то мы понимаем, что звезда двигается, если ее что-то возмущает, скорее всего, это планета. Так вот, первая планета обнаружена у нормальной звезды – это была планета у звезды 51-го Пегаса. Звезда – это нормальная, планета – это ненормальная. Потому что планета оказалась по размеру сравнимая с Юпитером. Чуть больше Юпитера. И она располагалась очень близко к звезде. Наша парадигма говорит, что такие планеты располагались далеко. Но она располагалась близко. И с тех пор такие планеты начали обнаруживаться чаще и чаще. И вот только после запуска Кеплера стало понятно, что это просто рудимент селекции. Такие планеты попадаются, но это не правило. Скорее всего, такие планеты существуют. Их немного, но они есть. Кеплер – это телескоп, который ищет планеты транзитным методом. Транзитный метод легко объяснить, но сложно реализовать. Идея проста. Если планета проходит мимо звезды, по плоскости звезды, звезда немножко теряет яркость. И эти провалы яркости можно обнаружить, детектировать. И если эти провалы яркости повторяются, то, скорее всего, на орбите находится планета. И Кеплер разделил эпоху до и после. До было обнаружено десяток экзопланет, после – 3000. Вот у меня есть креншот с сайта НАСА архива экзопланет. На 5 апреля 2018 года – 3711 планет. 4500 кандидатов на 31 августа 2017 года. Не знаю, почему они не обновили информацию, но чуть больше, чем экзопланет. Их очень много. Их находят. Тем более, Кеплер смотрит даже не в плоскость галактики, он смотрит чуть выше. И мы можем, изучая те планеты, которые обнаружили… Во-первых, мы обнаружили их гигантское разнообразие. Во-вторых, мы можем понять, сколько планет находится у звезд. В среднем, примерно, мы считаем, что у каждой звезды находится от одной и более планет. То есть каждая звезда в среднем обладает планетой, а то и больше. Это самые консервативные оценки. Дальше я пройдусь по некоторым экзопланетам. Например, планета с предземля 55 рака Е. Это планета размером чуть больше Земли, чуть меньше Нептуна. Самое интересное, что ее орбита находится внутри хромосферы Солнца. Звезды своей. То есть планета внутри звезды. Когда мы измеряем ее плотность, ее размер, находим ее плотность из размера и массы, мы понимаем, что большая часть планеты, скорее всего, состоит из углерода. А теперь представьте, молодую планету, она достаточно массивно остывает, поэтому медленно, с сильным магнитным полем, потому что углерод проводит внутри и движется, генерирует магнитное поле. Представьте себе, какие грандиозные северные и южные сияния возникают на этой планете. Представьте себе вулканы, извергающиеся жидким углеродом. Когда вулкан взрывается, углерод застывает и превращается в вулкан из алмазов. Мечта художника. На самом деле, это целый класс планет. Это углеродная планета. Скорее всего, существуют серные планеты, существуют железно-никелевые планеты, Меркурий, например, железно-никелевая планета. Это целый класс планет, и каждый из них обладает какой-то своей отличительной особенностью. Кибер обнаружил Кибер-186. Одна из этих планет находится в зоне постоянной обитаемости. Первая планета в зоне постоянной обитаемости. Зона постоянной обитаемости – это зона, в которой на протяжении очень долгого времени, миллиардов лет, может сохранять температуру, в которой может находиться жидкая вода. Эта планета вращается вокруг красного карлика. Красный карлик – это тип звезды, 85% звезд нашей галактики – это красные карлики. Если мы где-то найдем жизнь, скорее всего, она будет возле красного карлика. Это надо понимать. Просто теория вероятности. Вот NASA рисуют такие прекрасные плакаты. Мне они очень нравятся. На самом деле поищите их в интернете, кто не знаком. Они просто мотивируют нам покорение космоса. Но, скорее всего, они здесь нарисовали красный лес. Но, скорее всего, если там существует жизнь, то она будет похожа на архипелаг. Потому что атмосфера вот этой планеты достаточно плотная. И всю эрозию больше, чем на Земле. И горы, которые возникают, они быстро стираются, превращаются в архипелаги, которые покрывают всю поверхность планеты. И вот в этих заводях лучше всего, по нашим представлениям, развивалась жизнь и первые моменты эволюции биосферы. И, скорее всего, если жизнь будет обнаружена, то в таком классе планет. Далее Тропист-1. Три из семи планет находятся в зоне постоянной обитаемости. В зоне обитаемости просто. И на Земле таких планет очень много находится. Мы даже целый проект по поиску этих планет существует, которые находятся в зоне обитаемости. Планета Гибрид-452b. Планета-близнец Земли. По-моему, постоянно возникают сведения о том, что находят близнецов Земли. Это один из первых близнецов. Похоже, это такая же звезда, такая же планета, примерно на таком же расстоянии. Возможно, там есть кто-то живет. Еще один способ поиска экзопланет – гравитационное линзирование. Обычно экзопланеты так не ищут, но мета проста. Когда планета прилетает мимо звезды, свет отклоняется планетой, и мы можем видеть вот такой вот красивый ореол. Если мы видим такой ореол, значит, что-то прошло между нами и звездой. Что это может быть? Это явно не другая звезда, потому что мы бы заметили. Но это планета. Планета без звезды. Это открытие в последнем времени шокирующее. На самом деле, показывается, что существуют такие планеты, которые находятся вне звезд. И сколько их? Оценка хорошая. Оценки варьируются от консервативных, примерно чуть поменьше, чем обычные планеты, около 100 миллиардов планет таких, до триллионов. Очень сложно измерить, потому что их обнаружено очень мало. Но если такие планеты существуют, представьте себе такую планету, представьте себе такой газовый гигант. Возле газового гиганта, когда он был вырвут, когда он ушел от своей родительской звезды, он, скорее всего, унес спутники, свои же спутники. Так вот, на этих спутниках могла вполне поддерживаться жизнь. Та же самая история, что мы наблюдаем с Юпитером и с Сатурном. Те же самые спутники, которые могут поддерживать жидкий океан вне Солнца. Понимаете? Более того, существует сценарий, благодаря которым на этих спутниках может быть жидкий океан на поверхности. Если их на самом деле гораздо больше, чем у наших планет, которые у звезд, то именно там следует искать жизнь. И та цивилизация, которая будет развиваться на этой планете, будет искать жизнь тоже на таких же странствующих планетах, планетах-сиротах. Потому что на них комфортнее жить в плане… Их никто не бомбардирует, и они не подвержены солнечной радиации. Они достаточно комфортное место, если там на самом деле развивалась жизнь, и создали условия для эволюции и развития жизни далее. Здесь просто интереснейшая картинка, не относится на самом деле к нашему разговору о поиске жизни. Прямое детектирование планет. Вот эта картина – это реальная звезда, за которую закрыли ее излучение. Это движение планет вокруг этой звезды. Если бы 20 лет назад показать астроному эту картину, он бы подумал, что он сошел с ума. Но мы наблюдаем, мы можем видеть планету. Это очень круто. Эта картина была сделана с 2009 по 2015 год. Возвращаемся к Плутону. Плутон – это представитель ледяного мира, так называемых ледяных миров, даже водяного мира, потому что в зависимости от удаления от Солнца это может быть ледяной мир, это может быть мир океан, это может быть мир пар, это может быть все что угодно, но у нас хороший пример – Плутон. Возвращаясь к Плутону. Когда новый горизонт прилетал мимо Плутона, он снял очень разнообразную поверхность. Еще раз повторюсь, там были горы, там были равнины, молодые равнины, которым 100 миллионов лет. И даже неинтересен сам факт этого наличия, сколько интересна сила, которая порождает эту тектонику. То есть должна быть какая-то сила, сравнимая, похожая на тектоническую активность Земли, которая двигает континенты Плутона, поднимает горы. Представьте, теперь эта маленькая планета находится на рубеже Солнечной системы, она остыла, в ней не хватает солнечного тепла, чтобы растопить лед, в ней не хватает радиации, чтобы растопить внутренний океан. Между тем, что заставляет двигаться, что-то создает горы. Что это может быть? Единственный ответ, который приходит на ум, под ледный океан, под поверхностный океан, жидкий, под поверхностный океан на Плутоне. Когда я прочитал это, у меня на самом деле волосы зашевелились. Как он там возник, никто не знает. На самом деле никто не знает, он существует или нет. Но между тем, если он существует, то это должен иметь корень нашего представления о нашей Солнечной системе. Оказывается, если это так, то на других карликовых планетах Солнечной системы тоже находится жидкий подлёдный океан. Это значит, что большая часть жидкой воды в Солнечной системе находится во внешнем пространстве, в поясе Кейпера или на спутниках. И наша планета, это скорее исключение из правил, что мы нашли здесь жидкую воду. Возможно, если жизнь существует, если мы связываем жизнь с водой, то именно на таких планетах она должна образовываться. В планетах хорошая система, что они защищают от солнечной радиации. Они богаты химией, потому что метеориты приносят им химию. К тому же, раз жидкий океан существует, существует некая сила, которая растапливает лёд изнутри. На Земле такими геотермальными источниками являются чёрные курильщики. Для нас там жизнь ужасна, но между тем на Земле возле чёрных курильщиков очень богатая биосфера. Так вот, эти чёрные курильщики, такие же выходы геотермального тепла, должны быть на других планетах. Да, на Плутоне, на Европе, возможно, на других планетах, солнечной системе и внешних планетах. То есть мы получаем условия, которые лучше всего подходят для заражения жизни. Именно возле чёрных курильщиков большинство учёных считает, что зародилась жизнь. Вопрос спорный, но между тем это одна из преобладающих теорий на сегодняшний день. И вот 16 апреля, через четыре дня, в космос полетит телескоп ТЭС, который будет искать экзопланеты земного типа. Мы не можем, если жизнь существует на планетах-изгуях, на планетах-спутниках, на планетах типа Плутона, мы, скорее всего, не обнаружим жизнь из небольшой экспедиции. Между тем жизнь на планетах земного типа мы обнаружить можем. Так вот ТЭС будет искать планеты земного типа, и эти данные будут анализироваться дальше другими средствами. Например, телескопом James Webb, который полетел в 2019 году. Что я хочу сказать. То уравнение, которое мы встречали в самом начале, это уравнение... Там стоит такой множитель, как скорость звездообразования. Если жизнь распространена во Вселенной, если жизнь существует на планетах-странниках, то этот член вообще не важен. если жизнь существует, то она существует, скорее всего, если ее много жизни на планетах-спутниках. Спутники не включены в это уравнение. И поэтому где искать жизнь? Вопрос хороший, вопрос интересный. Надеюсь, куда-нибудь найдем. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Андрей. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ